Александр Гришин Александр Гришин Александр Гришин В бочку меда пропустили этот ненужный гол, хотя Терек, по большому счету, один раз и подошел к нашим воротам, а в основном играли навесами. Ребята в защите справились, у нас два центральных защитника неплохо играют головой, соответственно, мы закрыли им верх, а внизу они практически ничего не создали. Теперь ситуация накалилась до предела в молодежном первенстве, чего все-таки ожидаете? Есть у вас задачи на титул или все-таки они второстепенные? Задачи у нас нет, я уже шестой год работаю и руководство нам никогда не ставит задачу кровь из нос занять первое место. Если займем, будет хорошо, нет, никто не расстроится, потому что все видят прогресс именно вот этой команды, мы ее собрали в январе и команда играет, команда играет, это самое главное. Чтобы ставить задачу, занять первое место, тогда надо играть с футболистами как Динамо, 95-го года, 93-го года рождения. Мы, ребят, уже удачно продаем, отдаем в аренду в хорошие клубы, они у нас развиваются, соответственно, у нас 98-й год играет. И мы все понимаем, и, наверное, и руководство наше понимает, что играя на три года младше, ну, тяжело ставить нам задачи. Хотя мы к ней идем, мы к ней идем, пацаны двигаются потихонечку со скрипом, вот, и если, конечно, мы займем первое место, то это будет вопреки всему, и тогда, ну, эту команду просто надо, наверное, будет в последнем туре вынести на руках всех. А так, они прибавляют, коллектив дружно, это самое главное, человеческие качества у ребят вот в этой команде очень хорошие, и это дает результат. И самое хорошее, то, что вот, как мы в первом тайме смотрели, что они играют в футбол, приятно смотреть, потому что болельщики приходят смотреть в футбол, а не игру, условно, там, длинными передачами, на отбой, вот. Поэтому, только спасибо им сказать, и если эта команда еще останется хотя бы на год, то там будет прогресс сумасшедший, потому что ребята футбольные, они еще должны притереться, и если они сыграются еще больше, то, я так думаю, что соперникам нашим будет в следующем году тяжело. Субтитры сделал DimaTorzok